Не стал ли интернет новым объектом поколения? Дискуссионный клуб поднял вопрос о месте религии в современном обществе. Подробности в сюжете. Инстаграм, исповедь и приложение для намаза. Религия в 21 веке не стоит на месте. Инновациями активно пользуются не только молодежь, но и сами священнослужители. С началом пандемии богослужения в некоторых храмах начали проводить в онлайн-формате. С подачи Камиля Самигулина, самого молодого муфти в истории Датарстана, Казанский университет перенес Коран и напоминание о намазе на электронные носители. Разработали приложение, где уже любой желающий, даже священное писание, уже можно не хранить в бумажном виде, а именно может использовать и в телефоне, где бы он не находился. В инстаграме отца Александра более 32 тысяч подписчиков. Ежедневно он отвечает на несколько десятков сообщений от разных людей, которым требуется совет и поддержка. Новая форма взаимодействия с духовным наставником кажется многим более понятной и доступной, чем традиционные методы. Есть люди, которые не придут к тебе именно в пространство храма. Они боятся, у них может быть негативный опыт. В социальных сетях ты с ними равен. То есть они говорят с тобой не снизу вверх, а как с человеком, равным себе, которого они на нейтральной территории. Это в лучшем случае. Да. И в этом плане они, многие из них, готовы с тобой говорить и открыться. Участники дискуссии сошлись во мнении, что использование современных технологий может сделать религию мобильной и понятной молодежи. Важно лишь грамотно пользоваться этой возможностью. Ариадна Кугушева, Универньюз.